В общем, на самом деле, я здесь такой вызов был, рассказать про людей. Обычно я рассказываю про палочки, кубики, мячики, гневарки и так далее. А тут была такая вот интересная задача, говорить про людей. Но с другой стороны, вот как бы такой андограмм, когда я все время говорю про простые системы, про то, как они вместе организуются, накладываю такой отпечаток, что здесь я сегодня просто подобные мысли не удержу. Одна мысль сегодня будет о том, что базовая такая идея, почему мы, собственно, каким выглядит это будущее, и исходя из того, каким выглядит это будущее, что мы, собственно, делаем в образовании. И я думаю, что, просто я буду отставить вот такую клановую позицию, мы думаем, что будущее все-таки сеть. И это такое представление о будущем, когда мы все взаимодействуем друг с другом, взаимодействуем с углубными агентами, взаимодействуем с программами. Это общее поле, в котором участвуют все. И там вот этих индивидуальных различий о том, что цветут все цветы. Они все цветут, конечно, но они все цветут в сети. То есть они все-таки связаны друг с другом. И более того, следующее такое понятие, что если объект, который попадает в сеть, чувствует себя в сети хорошо, если ему комфортно работать с другими людьми, с другими программными агентами, как Лайо говорил про лучшие стратегии для компьютерной программы, это воспринимать все из мира как можно более свободно, спокойно к этому относиться, будет максимально толерантно к тому, что получаешь, а при этом будучи максимально строгим по тому, что ты отдаешь. При этом идея такая, что то, что для компьютерной программы это правильно, интуитивно понятно всем. То есть компьютерная программа должна быть такое. То, что человек должен следовать таким стратегиям, вообще воспринимается нелегко. В обществе это не тренинг. Вот это базовая идея, что все будет в сети, и те, кто, значит, будет там действовать хорошо, будут успешны, а те, кто будет проявлять свое собственное «я» и ставить его в центре, в данной ситуации окажутся лучшими. То есть такая простая парадигма, значит, если мы в сети выстраиваемся, то все у нас получается хорошо. Исходя из этого, задачу, которую мы ставим перед образованием, там, начиная с самых начальных путей, это выстраивать сетевые ситуации. Не обязательно, как бы тут можно относиться к этому, как к тому, что это сеть интернет. В любом случае мы выстраиваем некую сеть из людей, которые в ней участвуют, будучи этими узлами в этой сети, и они начинают взаимодействовать между собой. Это могут быть игровые практики, когда мы в рамках аудитории это организуем, могут быть действительно сетевыми, но всегда мы думаем о том, чем мы, собственно говоря, приманиваем туда людей, какими социальными объектами они потом начинают там делиться и обмениваться, и какие вещи между ними возникают. Ну вот если говорить о объектах, о социальных объектах, которыми они играют вместе, как дети мячиками на пляже, то одним из них может быть вот такая чудесная. Можно ее потрогать, помахать, подкрывать и увидеть, как она работает. Это всегда маленький тест. Обычно технологи долго и есть чем заняться на ближайшие две минуты. Но сама по себе идея такой машины, она в том, что как только она начинает работать, она первым делом не смотрит, кто у нас вокруг. Она не смотрит, кто у нас главный педагог, кто у нас в центре образовательного процесса. Она находит друзей, которые сидят здесь в клаче. Вот эта идея... Не надо. Ну, поломают, значит, она не пройдет. На самом деле в течение трех лет не разломали, я думаю, что и здесь аудитории. А что, кто-то пришел уже, показал себя главным учителем? Вот этого, на самом деле, как бы стремление стать в центре процесса. А дальше уже потом, вы посмотрите, при нажимании на некоторых кнопочках, мы можем увидеть аудиторию, которая вокруг нас. То есть мы можем, на самом деле... Предполагаю следующее. Мы в процессе видим не только те данные, которые у нас тут есть, мы видим, прежде всего, кто у нас рядом с нами и с кем мы можем коммуницировать. Вот эта идея такая сетевая, когда мы вытаскиваем возможность образования связей и создания такой учебной паутины соучастия, она образованием не особенно воспринимается. Ну, то есть она такая, как бы, рядом с образованием. Хотя я думаю, что она ключевая по отношению к тому, как меняется образование вообще. То есть идея, там, то, что Ильич говорил об обществе без школ, вернее, как расшколивание общества, да, то есть смены парадигмы, он решается не тем, что мы там школу начинаем как-то двигать, а тем, что вокруг школы, рядом со школой возникают сетевые инициативы, в которых можно принимать активное участие. И принимает участие в головах, щелкает нечто, что меняет отношение к образованию тоже. Вот. Ну, и дальше пойдем в такие кейсы, о чем мы делали в последние, там, 4-5 лет, когда мы сходили из того, что давайте мы сделаем действительно сетевые инициативы, в котором люди что-то могут делать вместе. При этом, на самом деле, очень важно, что они делают вместе. Не просто, что они пришли в сеть, там, занимаются общением, но они должны быть общие объекты, которые они могут делиться, которые они могут видоизменять, и которые они могут улучшать, редактировать и так далее. Самая простая вещь, которая с этим использовалась, про которую мы, в общем, рассказывали много, это великий проект, который начинались в российском образовании в 2006, наверное, году. 2005 началось, а в 2006 стала такой крупной инициативой, это летописи, в рамках которого, значит, школьники, преподаватели и студенты создают вместе статьи. Ну, тут как-то принято говорить, что много всего, там, 30 тысяч участников, сейчас 40, наверное, участников, которые работают внутри этого проекта, плюс они планировались по педагогическим обузам России. Что интересно, значит, что конечное происходит изменение, мы видим, с какими, на самом деле, проблемами люди сталкиваются внутри, а это общие проблемы как для школьников первого класса, так и для преподавателей вузов, у них первое желание написать «Я моё» и поставить себя в центре того процесса, который происходит. Вот эти изменения, о том, что он, наконец, понимает, что это не только моя книжка, не только мой, не только животное из моего региона, но оно просто общее, ну, и такой паттерн – это не только твой дедушка, поскольку у нас был такой проект, в котором мы должны были создавать свои гниологические деревья, ну, и вот здесь понять, что человек, о котором я пишу, не только мой дедушка, а, в принципе, может оказаться дедушкой другого человека тоже, и тогда должен писать так, чтобы, в принципе, эта статья могла входить в твою статью. А более жестко, это может выглядеть паттерном, это не только твой кирпич в стене. Ну, вот у Персика есть хороший пример в зене искусства по уходу за мотоциклом, когда студентика пишет о кирпиче, который там в стене. То есть она начинает сначала про Соединенные Штаты, не получается, потом про город, потом про театр, и доходит до кирпича, по которому крышку сносит, и она начинает про него активно писать. Вот здесь идея в том, что кирпич, который создают каждый, он, в принципе, не индивидуальный, он может использоваться и в других стенах тоже. Ну, вот у нас это был проектом по домам и улицам, когда у каждого в городе есть улица Ленина, но понятно, что она не индивидуальная. То есть в каждом городе она есть, мы можем ее вытащить, и вытащили от Хабаровска до Киева, на самом деле. В Киеве не тормознули, сказали, дальше у Лутиренина уже нет, ты идешь на запад, там с этим уже все нормально. Вот. Но вот эта идея, что мы вместе собираем, и когда эти кирпичики могут собираться, они ведь работают хорошо, и здесь, потому что мы видим, что важно, мы видим, кого мы затаскиваем в этой сети. Это с этим работают школьные учителя, с этим очень интересно работают сами школьники, хотя по школьникам и студентам мы получили пару таких чудесных отрицательных кейсов, когда они приходят, у нас просто есть такая рассказка про студента из Воронежа, он приходит, первый думает, что же написать, потому что сказали зачет, надо сделать и написать, положить. Но он пишет статья о Воронеже, приходит в пару, понимает, что такая статья уже есть, пишет мой, следующий Воронеж недоволенец, и так далее. Мы понимаем, что они к этому не готовы, потому что их задача проста, сказали сделать. А потом такая же ситуация планировалась в Костроме, когда школьница на вопрос не писала, ненавижу я ваш проект искренне, потому что нам сказали на уровне управления образованием города, все туда идти, все это делают. Ну, в общем, понятно, что ничего нехорошего не было. А что интересно, кто приходит еще, на что сильно рассчитывает, приходят родители, у нас был чудесный опыт, и мы специально такое звание вели «Идите родители». То есть человек, который пришел в летнюю школу, который вела собственную вид, и начал работать со своим ребенком, помогая ему. Ну, такие забавные песни, которые можно имя гордиться и говорят, что люди приходят. И, ну, вот, отдельные темы я как бы в тезисах-то и на Фрэнфиде показал, сейчас не буду эту ниточку растаскивать, связанную с тем, что, когда мы начали такую же дезинфицированную деятельность обращать не только к статьям, но и к законам об образовании, и стали править такой закон вместе, оказалось, что школьное образование реально интересно не столько учителям, сколько родителей. Ну, они пришли такой большой толпой, причем, ну, я думаю, такая общая проблема, может быть, даже не образования, а общества, что разные группы сильно друг друга не будут и не доверяют друг другу. То есть, родители приходят, вот у нас законное образование, они начинают его править, но правят они его исключительно, в боках, по крайней мере, с интенцией, давайте мы сделаем так, чтобы мы могли своих детей в школу не отдавать. То есть, основная идея, с которой они приходят, это отставить свое собственное право всего этого кошмара избежать. Не улучшить то, что есть, не прописать законодательский некое, должно быть так и лучше, а в основном они работают, мы хотим, чтобы всего этого с нами не было. Ну, а с другой стороны, это показывает, что группы, которые готовы вместе работать, забавно есть еще то, что они приходят с этим, а потом отказываются в ситуации, когда рядом с ними работают обменяемые школьные учителя, и они потихонечку, что тоже очень важно, работают над каким-то совместным контентом и меняют его, они потихонечку с другом начинают договариваться и понимают, что тот, который любит яблочные джемы варенья, не может быть таким страшным. То есть, они понимают, что из той страны то же самое и с работниками министерства, они понимают, что в принципе за всеми этими занавесами стоят нормальные люди, которым тоже очень страшно. И вместе происходит просто изменения. Ну и вот это изменение, которое касается текстов, и я бы хотел отметить то, что мне кажется очень важным в отношении контента, с которым они работают, что это переход и решение сетей текстовых к сетям, в которых люди могут работать на более богатом контенте. это во многом как бы продолжение рассказка о том, как должно было развиваться образование, особенно освоение информационных технологий. можно с одной стороны долго говорить про технологии и обсуждать, а как оно там должно быть. А можно делать вот такие устройства, можно писать для них специальные языки, создавать условия, в которых происходит собственно говоря обмен продуктами. и вот в последнем наверное тоже, примерно так же как Вики, мы развиваем такую среду как Scratch, в которой самое главное даже не тот язык, который там есть и проекты, которые создаются, а то, что дети могут обменяться этими вещами. То есть у вас есть право забрать готовый проект, вы можете его к себе притащить, и у вас на уровне 7-8 лет возникает такое понятие, как общее право так вообще проблема авторского права и вы понимаете, что можно делиться, можно обиды изменять и при этом нужно благодарить другого человека. Это на самом деле мне кажется сильный сбит сознания, при этом оказывается, что могут работать школьники, могут работать их родители и могут работать другие специалисты. Вот эта идея, что вы можете притаскивать туда людей, они могут в этих проектах оказывать влияние на детей и дети работают не только на эту самую, а у них есть кто-то старше, который делает это лучшее и может их оценивать. Вот для скритча я думаю, что это такое прорывное, это показывает, а куда может двигаться образование, когда люди не обсуждают его проблемы, а просто создают среду, в которой может существовать богатый обмен. Последнее произошло буквально пару дней тому назад, мы отметили, что вот эта идеология скритча, а я не знаю, как она будет на уровне сайта поддерживаться, но то, что произошло, что Google выложил среду для разработки своих приложений на мобильные телефоны, и всякий там ребенок и взрослый может создавать свою собственную вещь примерно так же, как скритчет, на самом деле показывает, а куда двинулось общественное образование, потому что они не называют образовательной инициативой, но на самом деле это тот сдвиг в информатическое будущее, который произошел. То есть мы сейчас смотрим, а в принципе они могут вот эти мобильные технологии и программированные с вами гаджетов делать в этих условиях. И здесь образовательное поле расширилось просто многократно, такими простыми ходами, в которых образования изолистки не было. Вот. Наверное, все. Я вас будут к вопросу.